вот так выглядит домик где мне предлагают квартиру пока не знаю на каком этаже здесь три этажа я вижу вот эта лестница кевин сказал с другой стороны если надо можно обойти вот если хочу со своей этой тролли выйти то можно обойти буквально рядом с домом напротив автобусная остановка вот во вторник сегодня у меня что четверг на четверг получается во вторник кевин придет опять надо будет дать ответ то есть согласная или не согласна ну так скажем посмотреть для начала сейчас расскажу подробнее посмотрели на домик понравился мне тоже я прекрасно знаю где он находится потому что там объезжено за 20 лет там все потому что там моя дочь живет рядом от этого дома который они мне предлагают и до моей дочери ну где-то минут пять ехать на машине притащила же из супермаркета сижу ем заканчивая кто-то стучит дверь ну я так думаю может это связано наш с моим этим так сказать переездом переселением открываю стоит кевин заходи зашел зашел а он разносил я не взяла такие письма всем кому переселяют несколько было у него штук пять или шесть в руках а потом в этом письме говорится о том что во вторник как бы у меня и там кого-то я буду говорить за себя значит меня должны посетить так сказать и обговорить вот это вот там предложение которое они мне будут предлагать ну и вообще все вопросы по переезду как бы так это официальная бумага ну а он уже так сказать идет впереди дыма паровоза и пришел и говорит что у него есть уже он получил он связался с офисом тем другим который находится в эйлерсли и получил предложение которое мне можно передать и вот он пришел мне сказать и показать он мне сказал адрес называется стенд ком руд и я ж тут быстренько у компьютер смотреть открыла так как и вы такой домик классный трехэтажный домик называется я уже вычитала там на карте называется а прэнстон и патмент ну и патмент это как бы жилые помещения апартаменты вот скажем так если говорить русским языком это апартаменты я как раз смотрела балкончики везде есть вы видели такая лестница но он сказал что не знаю говорила я или нет найти же не помню что там при фотографии сказал что так с другой стороны есть можно зайти если мне надо ну вот это уж мои тролли то можно туда зайти дальше доме есть лифт значит квартира однобедрумная замечательно так классно я такую и хотела небольшую однобедрумная то есть одна спальня спальня будет гостиная и кухня на каком этаже он пока не знает я надеюсь у какой-нибудь будет там первый этаж такие большие балконы что порассматривала домик порассматривала домик вы тоже можете видео остановить домик рассмотреть мне на первом этаже очень нравится балконы такие большие и он как бы не первый так найти он не совсем так бы при земле а он так туда немножечко еще там что-то там есть какое-то там полуподвальное какие-то помещение а на втором третьем этаже там поменьше балкончики я согласна на вот этот на нижний такой не знает номера пока квартиры нету он там не был но значит в этом письме в котором сказано что он придет во вторник он сказал что во вторник он принесет мне фотографии этого помещения а а они вот когда ходят проверять процент состояние помещений да там раз полгода да обычно нас приходят где-то там раз год раз полгода так приходят они фотографируют фотографируют как это она выглядит все это вот значит тут он возьмет такие фотографии и принесет мне сам он там не был в этом доме ни разу в общем мы посидели это обсудили автобусная остановка прямо напротив дома садись на автобус и едь причем автобус идет и проходит там близко возле моей дочери там стал с остановки автобуса там я ж этот район знаю как облупленный там как пять пальцев свои и там буквально пройдешь два шага и моя дочь классно ну в общем вот это мы договорились что во вторник он придет и я уже дам ему ответ какой ответ я ему сказала мне надо посоветоваться с дочерью возможно я поеду туда суббота или воскресенье и мы так сказать подъедем там посмотрим на этом мы распрощались тепло ой я ему говорю скажи честно не он это такое мол хорошее предложение это такое все ага я говорю ну да потому что это первое ему положено расхваливать чтобы ты на первое согласился и потом дальше уже быстренько не морочить голову а дальше там другими заниматься а я говорю ты вот скажи честно это хорошее такое предложение он да 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 в общем и так посмеялись пошутили ну он ушел значит во вторник он придет где-то там с 11 до 2 часов ну где-то так в обеденное время я говорю приходи в любое время звоню дочери послала ей адрес она мне пишет адрес очень хороший она же там тоже знает все это прекрасно я ей звоню и говорю ты видела видела а оказывается у нее была знакомая которая жила в этом доме когда еще внучка была маленькая и они там по школе поддерживали отношения и она так я только не поняла была она у нее была да моя дочь была там у нее это было давно конечно туда особо не запоминала мы говорю ну может это до выходной приеду самой так не хочется тащиться знаете тут автобусами туда-сюда тем более у них там ремонт целый день работают люди выходной им надо отдохнуть я понимаю это что тебе ехать смотреть мы там сто раз типа она говорит я там была сто раз проезжала в этом районе район хороший улица хорошая люди живут хорошие там действительно если вы зайдете например а ну потом адрес я когда если я туда перееду я вам дам этот адрес и может вы сможете пойти там если есть кто захочет там можно на карте на google мэп посмотреть и и там я ж там доходишь на google мэп там можно покрутить да и насло на 360 градусов посмотреть что там за улицей какая она значит район этот прекрасно знаю там боже мой до одного шоппинг-центра большого сел на автобусе подъехал он прямо в шоппинг-центр идет до второго где моя дочь живет рядом еще там один очень я этот прекрасно знаю этот район потому что хочется сказать я в нем выросла не совсем выросла вот так вот я его хорошо знаю район хороший хоть я не хотела туда называется flat bush а я же не хотела в этот район я хотела ну как бы немножечко в другую сторону а моя дочь говорит зачем тебе в другую сторону там такие старые какие-то дома а это более новые такие дома это действительно мы еще когда приехали сюда то вот этих никаких домов не было вот вот это вот район который вот которые сейчас они мне предлагают вы близко еще не было его только начинали строить вот 21 год то есть 21 год назад ничего там не было еще я знаю съездили же там как раз дорога с аэропорта идет туда вот смотреть там нечего все видели ключи вот когда дадут ключи тогда значит поедем и посмотрим так уже лучше но там еще живут люди люди должны вот выселиться и он сказал как бы после этого там две недели берется ну не знаю что там они будут какой-то наверное освежающий ремонт делать или что там они будут делать ну приводить в порядок там все это моется чистится я ж видела как здесь когда выселяют как это делается и я еще кевина спросила ну если я допустим скажу да и соглашусь сколько уйдет на это времени он сказал ну наверно где-то может быть недели три или две ну вот так до переезда вот ну так вот ну две я думаю это наверное очень мало ну наверно три недели или месяц ну где-то так так будет интереснее лучше а он кстати зашел и говорит ой что-то типа я говорю как что я пакуюсь тут уже запаковываю все а он увидел же эти ящики что я уже натаскала говорит так я привезу там типа на следующей неделе ящики я говорю хорошо давай давай ящики тебе тоже пригодятся вот эти тоже годятся я уже буду упаковываться не буду ждать ой товарищи в общем я это возбодрилась и как говорила моя мама разбодрилась ну конечно хочется посмотреть квартиру какая она насколько она удобная будет знаете это ж такое дело дом это дом а хочется аж еще и квартирку ну я хочу сказать я человек без особо больших претензий я так уживусь в любой квартире с любыми соседями я не ожидала честно говоря что так сегодня прям такое мне будет известие ну как-то знаете вот ожидаешь правда ожидаешь 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 а потом все равно оно как-то приходит неожиданно неожиданно я знаете разбодрилась возбудилась и теперь мне надо надо успокоиться как-то теперь я так порассматривала этот дом порассматривала районы там я знаю там рядом такой парк парк знаете много травы и такие деревца торчат называется парк это ж все при нас садилось все это там потом там рядом такой буддийский храм знаете вот этот такой такой как это пагода пагода такая стоит буддийская ну как раз там и сто раз проезжали мимо я прекрасно знаю этот район но самое главное что от дочери близко она мне еще и говорила а я когда я говорила что я не хочу в этот флетбуш она говорила что ты туда не хочешь там во первых новые такие построенные дома там все рядом все эти шоппинг-центры рядом супермаркет рядом дешевый причем супермаркет вот автобусы рядом ну напротив товарищ я так открыла на карте посмотрела прямо напротив дома автобусная остановка и тут в стороне ну в одну сторону и в стороне когда ты приезжаешь это вообще сверх моего ожиданий такое да потом ровненько улицы все ровненькие там такие прекрасные самое интересное что там два шага до моего доктора к которому я докторша там у меня такая из Ирака была доктор Мансур я ж к ней ходила сколько лет да не знаю лет 15 или 16 я к ней ходила мне так смешно я дочери говорю приду к доктору Мансур и скажу ей я вернулась к вам походила походила там по докторам по Сити ну потому что знаете в Сити это ездить далеко будет к этому доктору который тут это знаете чуть ли не два часа добираться туда будет да нет будем искать себе другого доктора ну к доктору Мансур не пойду к ней там большие очереди всегда ей говорила что такие всегда большие очереди к вам она говорит ну потому что все хотят меня видеть ну конечно она там двадцать с лишним лет работает всегда на месте все ее хотят видеть вот поэтому как бы возвращаюсь в ту свою как сказать жизнь ну по первому впечатлению по первому впечатлению так вроде бы хочется сказать да ну да с меня не требует сказать скажи да потом мы тебе дадим ключи нет тебе дадут ключи ты идешь потом смотришь осматриваешь там все это как тебе это подходит или не подходит потом ты уже даешь свое окончательное решение вот так вот это делается это не так как было в совке то где дали там и живи нет поэтому поэтому теперь когда там выселят этих людей когда там дадут ключи мы это все посмотрим и решим позаветуемся и я решу вот так вот ой так интересная интересная такая новость теперь я буду думать до вторника до вторника а что мне думать до вторника нечего думать ну когда он придет то я ему скажу ключи я в принципе могу ему написать я в принципе могу ему написать у меня есть с ним контакт или позвонить Кевину Кевину вот ну во вторник придет так придет во вторник поговорим об этом вот так вот это так